Всем привет! Меня зовут Дима. За моей спиной находится Chevrolet Volt 2016 года, который будет отправляться в Россию через порт Владивосток в город Москву. Сейчас он находится на зарядке, потому что пришел к нам на базу с разряженной батареей, поэтому мы поставили абсолютно бесплатно для клиента зарядку, чтобы батарея ни в коем случае не умерла, пока пройдет столь длинный путь до клиента. Это был Билли Выгран Вьюти. Приятного просмотра! Красавец Volt. Отправляется в Россию. Конкурент Honda Civic. Ну, он, конечно, гораздо меньше, чем Honda Civic, потому что он, наверное, в кузове, как у Круза, очень схож. Такой вот Chevrolet Volt. Пробег у нас 62 тысячи миль. Но выглядит отлично, конечно, по состоянию. Машина. Светлый салон. Сзади у нас место для двух пассажиров. Центральный подлокотник. Дверх у нас не закрывается. Упаковывает Prius для отправки. Да, две осины замяты. Не вариант ее чинить. Да, не ровно стоит. С подвеской в порядке все вроде как. 16-го. Пробег маленький, да? Нет, 68, что ли? Но она выглядит офигенно. Снизу вообще, здесь все, блядь, идеально вообще. Да, да. По переду тоже все отлично, смотри. А тут, что Шаркова-то и вот это? Это, наверное, сзади, да. Бля, ебать, тут мотор. Запотевание здесь какое-то непонятное. Смотри, какой алюминиевый, что ли. А нет, ржавеет. Такой какой-то необычной формы. Этот рычаг нижний. А вот это что такое? Ну, защита слетела. Здесь, видимо, это подкрылок. Да, я с этим... Не-не-не, это же рычаг. Думаешь, в рычаг? Вкручивается в рычаг. Нет, что-то должно быть. Вот, смотри, как здесь, видишь? Вставляется сюда. Вот оно, к этой штуке прикручивается. А здесь, видимо, нет какого-то куска защиты. На. Лысая почти. Почти лысая. Здесь хорошая, но порота. И это хорошая, это нормальная резина. Но стоит вроде бы так же. Возможно, очень часто после таких ударов подшипник летит. Ступичный. Ну да, защиты здесь, конечно... Ну, подкрыльники левой, правой точно нужны. Хосе пошел за тейпом. Нужно будет зафиксировать дверь, зарядить машину. И зафиксировать задний бампер с защитой снизу. Вот, завели в Chevrolet Volt 2016 года. Здесь темно, не видно. Сейчас выйдем, посмотрим. Работает мотор. Ой, лобовое разбито. Лобовое разбито, блин. Так, драйв. Ключаем драйв. 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 Так, ух ты как, пуляет. Аж на крышу. Генератор работает отлично. С этой стороны в порядке все. Задние стопы. Посмотрим, что в багажнике. И потом смотрим непосредственно сам удар. Это лифтбэк. Так, тут у нас, кроме самого этого штекера, нету ровным счетом ничего. Это докатки, что ли, должно быть? А сзади у нас тут все в порядке. Крепеж сломан. Крепеж нужен под задний бампер. Здесь царапка. В общем, я накинул бампер. Что в итоге мы имеем? Здесь, куда винт вкручивается, сломан крепеж. Бампер, в принципе, верхний встает. Все нормально, да? Но вот эта вот нижняя часть, она слишком изодрана, как вы видите. Здесь дырка. Соответственно, надо как-то выравнивать. Ну, в теории восстановить можно, но красить придется, потому что это грянец. У обоих подкрылков нет совсем. Прям вот совсем нет. Так, салон с ковриками. Тут что-то пролили. Прикольно, удобно очень. Прямо здесь прикуриватель. Нет, вольт, конечно, классный, но немного больше запчастей выходит, чем изначально планировалось. Лобовое. Как так получилось, что его разбили, непонятно. Ну, относительно целый автомобиль. По переду все нормально. Да, ну, дверку надо по-любому. Дверку по-любому надо. Накладку, да, тоже надо. Здесь вмятина, здесь царапина, здесь затертость. Непонятно как. Ну, здесь плохо держится за счет того, что крепежи сломаны у самого фиксатора. Так, автомобиль пришел с одним ключом. Укроем капот, посмотрим, что внутри. Кондиционер работает? Нет, сейчас проверим. Потому что дует почему-то теплым. Неужели в Юте холодно? Ой, тепло так. Лавр. Где тут вообще включать кондиционер-то? AC? Где AC? AC, ты где? Мода управления. Автомобилем. Включились вентиляторы. Ну, тут все в порядке. One second. О, кондиционер работает. Чек только непонятно, почему. Говорит, есть подогрев руля, кожаный руль. Механическая регулировка. Бензобак дверей, автоматическая только водительская. Ну, спереди все в порядке. Масло есть. Машину повезли на зарядку. Да, это внизу защита. Шаркает. Сейчас поставят на зарядку. Затейпят все. Дверь, задний бампер. Все будет отлично. Также после выполнения работы нам будет сделан отчет о зарядке, о заклейке двери, потому что здесь-то хранится в порядке, а приходит Владивосток, какая там будет погода неизвестна, поэтому это все должно быть заклеено. Бампер зафиксирован. Так что, кому понравился просмотр данного видеоролика, ставим лайк, подписываемся, комментируем. С вами был Дима. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok